Друзья, помните Андрюху Смайл Ти Ви? Мы с ним несколько раз записывали видосы совместные, я у него в гостях много раз был. Кто из вас старые мои подписчики, да, зрители, вы в курсе, что Андрей в феврале этого года уехал в Америку, в США, эмигрировал. Вот, он благополучно до Америки долетел, благополучно в нее внедрился и сейчас там, значит, обживается. Весь свой путь от Москвы и до США, как он его проделал, он записывал, соответственно, на телефон. И сегодня он выложил первый влог. С удовольствием посмотрел этот влог и хочу вам порекомендовать тоже посмотреть это видео. Очень интересное, насыщенное, там прям эмоции Андрея зашкаливают. Обошлось, конечно, не без трудностей, это понятное дело. Его там задержали в аэропорту, блин, почти на 2 часа. Там шмонали чуть ли не до трусов, понимаете. Он все это описывает, рассказывает, показывает, в каких местах он находится, какой отель, какая машина и так далее, да. Советую вам посмотреть этот видос, ссылка будет в описании. Можете даже сначала перейти по ссылке, посмотреть видео Андрея, а потом уже вернуться и досмотреть мое видео. Андрюха, молодец, красава. Я вот прям последние полгода постоянно вспоминал об Андрее, думаю, ну как же он там, елки-палки. Полгода о нем вообще ничего не было слышно, понимаете. Тут, наконец-таки, вот месяц назад объявился и вот сейчас уже первый видос выложил. Красава. Андрей, тебе большой-большой привет из Москвы. У нас тут, блин, плюс 9 холодно. Дождь хлещет весь день. Ну а те из вас, кто вернется все-таки к моему видео, видос будет за 24 августа. Я уже нахожусь 9-й час в полете. Москва, Гавана, летит самая кубинка. Say hi. Hi. Мы с ней веселимся, умираем. Я долетел до Кубы, перелет где-то занял у меня 12 с половиной часов. Очень тут колоритно, прикольно, 25 градусов тепла. Рейс, Гавана, Мексика. Ладно, обзорчик я сейчас чуть позже сделаю. Ребята, я просто даже не знаю, у меня слов нет вообще. Что это за отель, что это за машины, что за Мексика. Я, честно говоря, прям пребываю сейчас. Ну, мало сказать, что в восторге. Это мало вообще, ничего не сказать. Друзья, всем привет. 24 августа, 2К18. Утро, иду на работу. На небе безоблачно вообще. Ни одной облачкинки нету, прикиньте. Новое слово придумал. Облачкинка. Все прохладно, в куртке. Лечу. Немного задержался с выходом. Что-то у меня там в инвестициях не бьется, прикиньте. 200 баксов куда-то потерялись. Елки-палки. Блин, времени не было. Проверить все данные. Наверное, вечером этим займусь. Снял деньги с инвестиций. Вновь их запустил в оборот. Реинвестировал. Полудовольный. Иду на работу, зарабатывать деньги. Ни хрена себе, вы это видели, ребята? Камаз под асфальт провалился. Вообще пипец какой-то. Я меж тем пришел на обед в Макдональдс. Зацепил себе Биг Мак. Такой большой. Цена 130 рублей. Видите? Выглядит аппетитно. Будем пробовать. Приятного мне аппетита. Друзья, трудовой день завершен. Нахожусь сейчас на станции метро Автозаводская. Иду в клинику доктора Павла Ефимовича Аликсенберга. Стоматологию Аликсенберга. У меня сегодня очередной прием. Думаю, что сегодня поставят пломбу на нижний зуб. Забыл его номер. 37-й, наверное. Но могу ошибаться, честно. В прошлый раз, два дня назад, в среду, мне запломбировали каналы. Постоянно уже. И сегодня вроде как врач должен поставить постоянную пломбу. Сейчас в этом зубе стоит временная пломба. Адрес у клиники Трофимова улица 1-17. Стоматология. Аликсенберг клиник. Думаю, они меня ждут. Хотя я пришел рано, конечно, запланированного времени. Да, здравствуйте. Хорошо, спасибо. Чистые бахири, оранжевые. Что-то как-то жарко мне, ребята. Фу. Прям это тепло на улице чувствую. Да. Надо попить водички, наверное. Немного успокоиться. Вкуснотища. Так, ну на какое число нам записываться? В субботу, ну завтра получается с Александровской. Там она мне ставит опять временную коронку. Я так понимаю, верхний зуб мы еще пока наблюдаем за ним, да? Так, тогда мы... Завтра я здесь буду. И тогда завтра же и запишусь. Да, да. Там на понедельник, да, на когда удобно будет. Ага. Все, да, хорошо. Ну что, как с вами работаю? Как вас зовут? Михаил. Михаил. Да. Все, спасибо. Михаил, да, до свидания. Два часа, ребята, и все. У меня целых две новых пломбы. Одна прям такая огромная на 36-м зубе, а на 37-м зубе маленькая. На 36-м зубе, значит, вот здесь все каналы пролечены полностью. И на весь зуб огромная пломба. А рядом зуб на месте контакта с лишистым зубом был небольшой кариес. В целом зуб здоровый, да, но небольшой кариес был. Соответственно, Михаил, врач, он почистил этот кариес и немножко запломбировал его. Вот так. Так что у меня теперь целых два здоровых зуба. Я вам сейчас их покажу. Увидели, да? Это я специально, чтобы Ольга не возмущалась. Не при ней показываю зубы. Завтра с Александровской будем ставить временную коронку на вот этот зуб. Там сейчас, видите, железка торчит. На нее нужно поставить коронку. Привет. Как дела? Ты дома уже? Не ходила, что ли, в тренажерку? А, отдыхаешь сегодня вечером, да? От занятий спортом. Сидишь, кофе пьешь. С чем кофе пьешь? С тортиком. С полушоколадным, вафельным. Какая молодец. Можешь меня поздравить? У меня теперь два новых здоровых зуба. Конечно. Целых два, прикинь. Спасибо. Приятного аппетита. Ну, она любит либо начать опорожняться с одной стороны, либо начать опорожняться с другой стороны во время того, как мы кушаем. Так, сейчас время полвосьмого, да? Я иду постригаться. Вот. Ну, а насчет твоего предложения погулять, я не знаю. Уже поздно, наверное, будет. Восемь, начало девятого. Потом не ехать еще, блин, нахрен знает сколько, понимаешь-то. И в итоге туда-сюда уже и все. Можно будет пиво попить. Да, и там решим, да? Все, добро, договорились. Хорошо, давай. Все, пока. Угу. Кофе пьют, прикиньте, с тортиком. Какая молодец. А кто праймит в мужской зал? Не праймит. В мужской зал. Ты праймит, да? Я пусть тебя будет. Все, ребята. Постригся. Четко. Красиво. 220 рублей стоит. Плюс 30 рублей я дал чаевых. Вот они, кстати, мужики. Стригут. Вон, вдалеке. Ну, его отсюда не видно, наверное. Край не слева. Меня стриг. Молодец. Какая луна огромная, елки-палки, а. Видно вам, нет? Прям над деревом полнолуние. Вряд ли, конечно, вам видно, но я увидел это просто, блин. Огромнейшая луна. Да, кстати, называется салон. Город красоты, метроавтозаводская. Советую. Вот ремонт идет полным ходом. Уже полгода, наверное. Ну, я здесь стригусь периодически. Раз в месяц, раз в два месяца. Так что заходите. 220 рублей стрижка. Привет. Как дела? Это хорошо. Что поставила? Курицу. Ага, понятно. Ну, что ты придумала? Отличная идея, мне нравится. Пока я иду, выбираю фильм. Конечно. Ну, потому что уже времени много, понимаешь? Если бы я освободился там в 6-7, еще может быть. А так-то время уже позднее. Ну, понятно. Выбираю фильм, короче, а я выберу пиво. На занятия? Ну, ты и так мало пьешь. У меня в это, в 14.00. Ну, я где-то в час, да, выйду. Ну, не факт, может быть, раньше выйду. Давай, приду домой и распланируем. Ты пока найди какой-нибудь фильм, который хочешь посмотреть. Посмотри трейлеры там прошлогодние. Все. Еще еще будет нужно в магазине, нет? Завтра, да? Ну, отлично. Все, Ладненька, давай, пока. Да-да-да. Угу. Кошка. Ты курочку переворачиваешь? Курочку переворачиваешь? Какая молодец. Нравится? Да. Хорошо постригли? Хорошо. О, мне тоже понравилось. Держи. Угу. Там нужно одно поставить прям сразу в морозилку. Да, я это сам сделаю. Сейчас я разденусь. Что ты здесь готовишь? Я курицу поставила в духовку. Ух ты! Это что? А, ты по кускам ее порезала, что ли? Большая курица 2 килограмма. А, здесь половинка курочки. Не половинка, я часть убрала. Крылья, смотрю, бедро, голень есть. У меня же такую часть для супа я отрезала. А, суповой набор сделала, да? Угу. Угу. Грудка там, смотрю, есть. Угу. В соевом соусе? С соевым соусом повела. Вот молодец какая. Кошка, тебе нравится? Да, ой, умница. Да, вот это надо поставить в морозилку сразу. Мне всегда нравишься, с любой причем. Кошки? Ну, у нас не видишь, у нас не гармония. Так, и у вас пускай охлаждается. А это Балтика семерка, она нормальная, холодненькая. Я домой прихожу, у меня кошка есть только просит. Мяу, мяу. А меня она встречает с словом мяу. А тебя она вся трясется, дрожит. Вот именно поэтому. Помнишь, когда я ездил на Балашиху, в Балашиху? Люди там все возмущались, что ты там Леониду не купил ничего. Потому что не нужно приучать детей, кошек к тому, что ты пришел и что-то принес. Интересное. Нужно приучать к тому, что ты пришел и не рада тому, что ты пришел. Как ты, например. Только я, княж из Киева, пришел. Понятное дело, ты радостная. Хочешь, зубы покажу свои? Видно что-нибудь, нет? Видно, два, рядом которые? Да, два зуба сделали. Вообще четко. А что были? Ну, на одном пломбе было 10 лет. Ее надо было менять. Когда ее вскрыли, оказалось, что она огромная пломба. На весь зуб считай. Решили эти каналы все почистить. Он почистил каналы. Нормально. Сегодня, когда временную пломбу снял с этого зуба, оказалось, что рядом стоящий зуб, который ближе к зубу мудрости, у него на соприкосновении с моим зубом, который лечится, кариес образовался. Он его почистил, нервы не удалял, ничего, запломбировал. Потом мой зуб запломбировал. В общем, все четко сделал. Мишаня молодец. Красавчик. Я только сегодня узнал, как его зовут. Я уже месяц хожу к нему зубы лечить. И только сегодня узнал, как его зовут. Он его спросил, что ли, да? Да, когда прощались, я говорю, блин, уже месяц с вами работаем, а как зовут? Он говорит, Михаил. Я говорю, Игорь, очень приятно. Ну, мы там с ним на «вы», все четко. Там со всеми на «вы», там все между собой, все на «вы» разговаривают. Видимо, Аликсенберг с Америки привез эту привычку. Вот так. Ну что, наливать тебе пивас? Да, давай. Ты выбрала фильм? Да. Какой? «Меч короля Артура». «Меч короля Артура». Какого года фильм? Семнадцатого. А, новый? Ну да. Исторически хочешь посмотреть? Ну, ты мне искал семнадцатый посмотреть. Ты мне искал семнадцатый посмотреть или восемнадцатый? Семнадцатый. Вот. И я из рейтинга выбрала. Что-то я так смотрела, смотрела по названию, потом посмотрела трейлер. Мне показалось, что это будет интересно. Исторический? Исторический, фэнтези, боевик. Там прям такие сцены. Ну, я думаю, под пивас зайдет, да? Все, ребята. Съемка хорошая, мне показалась такая прям захватывающая. Еще посмотрела «Телохранитель киллера», но меня чуть не впечатлило. Почему? Не знаю, как, ну что-то какие-то там шутки плоские. Да. Что, макдаковские стаканчики тебе налить? Да. Ну ты что, Кольщикин, комедию посмотри. Да мне без разницы, мне хочется приятно провести вечер. Вы видите, ребята, полдесятого. Только-только вернулся домой. Ну я еще не все посмотрела, я вот только два влевнула. А остальные какие-то мультики. Обалдеть. Мульти. Мультики? Ну мультики, можно его оставить смотреть. Ой, я с удовольствием люблю мультики посмотреть. Почему бы и нет. Так, пошли титры уже, ребята. Что я могу сказать? Конкретная хрень, этот меч короля Артура, это накрылась? Короче, Ольга уже спит на самом деле. Два часа мы смотрели эту муру. Да? Кто был инициатором просмотра, а? Поднимите руки вверх. Видите, она уже дремлет. Это должен был быть исторический фильм. Блин, вот знаете, поклонникам компьютерных игр, рпгшек, да? Может быть, этот фильм, конечно, и понравился. Там много спецэффектов, вау, прям там на мечах, все дела. Но сюжет говно, полный отстой. Диалоги примитивные все, да. Никакой логической цепочки. Что-то говорят, говорят, говорят я. Ой, да. Трэндец. Вот мы до этого смотрели Рэмпэйдж, да? Помнишь про обезьяну про это? Там тоже мы с самого начала фильма попали в гущу событий. Но там, блин, было интересно, ребята, понимаете? Там юмор был хотя бы. Может, просто, знаешь, у каждого фильма есть свои зрители? Ну, режиссер там что-то хотел. Да, донести, что-то хотел. Были какие-то умные мысли. Ни о чем. Короче, я считаю, фильм на единичку, ребята. Ну, короче, отстойный фильм, ребята. Не советую вам этот фильм посмотреть. Надо рецензии почитать. Да говно полное. Прям возьми и напиши, что, блин, фильм отстой. Провальный. Не, ну что-то такое в нем есть. Ну, спецэффекты хорошие. А все остальное говно. Сюжет вообще полный отстой. Мистика, мистика. Ой, мистика, блин, ни о чем вообще. Не знаю. Короче, я остался, ребята, сегодня недоволен фильмом, который мы смотрели. Лучше бы посмотрели Терминатор 6. Да, кстати. Мы выбирали между Меч Короля Артура и Терминатор 6. И, наверное, да, лучше мы посмотрели про Шварценеггера. Шестую часть Терминатора. Вспомнил бы детство. На этом Терминаторе в этом появляется от Силы пару раз. Шварценеггер? Да, там, видимо, другие. Ну, артисты играют, молодые, а он там где-нибудь... Не, ну, главная героиня там тоже такая уже. Так день сегодняшний, ребята, и прошел. Помните, я с утра говорил, что не знал, как пройдет день сегодняшний и чем он закончится. Вот кто бы мог подумать утром, что именно вот так пройдет день сегодняшний, 24 августа. А кто-то оплатил за это деньги. А кто-то пошел, заплатил за... В кинотеатр. Так что, ребята, идите на фильмы, предварительно почитав отзывы. Если отзывы негативные, то не стоит вам на него идти. Я же мысли не договорил, ты понимаешь? Я хотел сказать, что, ребята, всем спасибо за внимание. Да, видите, вот пятка Ольгина, которая уже убежала. Если вам понравился видос, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал. Жмите кнопку колокольчик, чтобы там новый видос не пропустить. Мы же на этом с вами прощаемся. Всем пока. Будем ложиться в баньки. Ну, в общем, вам всего хорошего, Реведерч. Ты готова к процедурам? Конечно. Перед сонным. Я знал, что ты готова. Вот так.